А так звучит роуд без преампа. Через реку видит Грека в реке Ракс. Октава с преампом. А помните ли вы свой первый микрофон? Например, вот этот микрофон Shure SM48 мне подарили родители и появился он под конкретную задачу, а именно я начал петь, выступать и мне очень хотелось свой личный оплеванный микрофон, а не клубный, который постоянно воняли табаком, вот этот микрофон прошел уже огонь, воду и медные трубы, ему где-то 16-17 лет, вы представьте, просто подумайте. Это неубиваемая штука, которая действительно зарекомендовала себя на рынке, как и SM58. И сегодня в этом видео я бы хотел поделиться своим опытом, связанный с микрофонами, использованием их в конкретных задачах, на конкретных проектах. Я думаю, это будет интересно. А главное, что мы сравним с вами все эти микрофоны, как они работают с преампом, как они записывают звуки. А те, кто досмотрит видео до конца, найдут еще и скидку 15% на один из бренд микрофонов, которые будут представлены в этом ролике. Так что обязательно смотрите до конца и не забудьте подписаться, если вы этого еще не сделали. Я уверен, что каждый из нас, особенно те, кто занимается звуком, задается вопросом, а что мне купить для того, чтобы работать качественно с вокалом, с записью фоули, с синхронных шумов, каких-то SFX, как саунд дизайнер. И тут, ребятки, я вам прям сходу дам совет. Не торопитесь бросаться во все тяжкие. Одна из ключевых ошибок начинающих ребят, задаться вопросом, а что мне нужно, и побежать покупать первопопавшийся супердорогой микрофон, который высмотрел в обзорах профессиональных звукорежиссеров. Или же наоборот, покупать совсем самый бюджетный вариант, чтобы потом разочароваться и понять, что не получится у меня так же сделать хорошо, как у другого. Поэтому все идет на нет. Тут важна золотая середина. То есть вы должны конкретно поставить для себя цель, что вам нужно для того, чтобы закрыть эту задачу. Вспоминая себя, я следовал всегда тактикой от меньшего к большему. И это касалось и того, что появлялось у меня в моей рабочей среде. Любого оборудования, микрофона, того же компьютера. Я отталкивался от возможностей. Первые мои возможности были покупка Роуд НТ-1А. Посмотрите, он уже весь закислился. Вот ему тоже уже приличный лето. Это уже для меня легендарный микрофон. И я могу его 100% рекомендовать, как первый микрофон, который действительно будет закрывать все задачи. Особенно по саунд дизайну, по работе с вокалом, по записи звуков даже. Кстати, все микрофоны, которые я сегодня упоминаю, я добавлю ниже под видео. Ссылочки, переходите, смотрите, сколько они стоят, читайте. И после того, как на вот этом бюджетном, все-таки будем называть этот сегмент, микрофоне, поймете, что оказывается, еще можно на него и писать звуки различные для саунд дизайна. Петь, записывать инструмент. То же самое, на самом деле, и с любым другим гаджетом, будь то это, не знаю, там, видеокамера, фотокамера, микрофон, какой-то рекордер и так далее. Отталкивайтесь всегда от простого бюджета, ваши задачи, цели. И сразу же закрывайте все это тем, что не в микрофоне, не в гаджете, не в цене результат, а именно в вас, в вашем видении, в вашем мышлении, в вашем творческом подходе и в вашем умении работы уже после, в постобработке. Вот этот микрофон выручил меня, да, на площадке, на полном метре. Это аудиотехника AT8035. Что могу сказать? Он длинный, 37 сантиметров. К нему также я покупал сразу же цепелин, райкот, ветрозащиту. Вот такой вот интересный цепелин. На мой взгляд, раритетный, потому что я их искал на авито. Я нифига не нашел. AD44 Sony. Достаточно качественный материал. Все прям хорошо сделано. Цепелина, тоже Sony компания. Хендгрип, GP3. В общем, нормальная, крутая рабочая штука. Ну и, как обычно, райкот собака. Опять же, можете посмотреть, понаблюдать. У меня на телеграм-канале, кстати, не подписаны. Обязательно подписывайтесь. Там подобные посты я делаю из своего лайва, скажем так, из жизни. С тем, с чем сталкиваюсь. Но сейчас вы видите на экранах, как я покупал его у интересного очень дедушки, который работал на различных телевизионных каналах. В общем, этот микрофон хорош тем. Он гиперкардиольный. Он достаточно хорошо пишет звук. 2, 3, 4, 5. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека грека рак. За греку граку греку крак. О-о-о-о-о, без преампа. А так звучит роут без преампа. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул Грека руку. Риам. Видит Грека в реке Рак. В реку Рак за Грека руку Ца. Видит Грека в реке Рак. В реку Рак за Грека руку Ца. Риампом, но без компрессии. Так еще можно. В реку Рак за Грека руку Ца. 4-5. Ехал Грека через реку. Теперь пушка на удалении. Длина где-то вот на уровне вытянутой руки. Ну, примерно как вот на площадке. Что-то криво как-то, как будто камень. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека рак за греку, рак за грека руку цап. В рот. Грека руку в реку, рак за грека руку цап. Это микрофон октава без преампа. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека рак за греку, рак за грека руку цап. В рот. Грека руку в реку, рак за грека руку цап. Это микрофон октава без преампа. Ехал грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека через реку, видит грека в реке рак. Сунул грека рак за греку, рак за грека руку цап. В рот. Грека Сунул грека рак за греку, руку греку, рак отца. Через реку видит грека в реке рак. В практике, непосредственно в практике, в конкретных реальных задачах в режиме хардкора появляются вот эти навыки и понимание вообще, как все работает. И отдельный вам конкретный пруф, допустим, Беринджер, это самая дешевая стереопара, которая вообще, наверное, есть на планете Земля, и стоит она там, по-моему, 8 тысяч, ну, раньше стояло, не знаю, как сейчас, за стереопару, и на нее, вот на эту, да, какашку, как многие, да, подумают, я сделал клип Хаски. Да, кто бы мог подумать. Вот последнюю одну из работ, можете посмотреть. На нее писал я стереофоули различных звуков, там, весла, водичку, вот. Конечно же, я разные техники применял, подмешивал еще АКГ, там, в центр канала, но, тем не менее, звучит? Звучит. Поэтому обязательно думайте перед тем, как что-либо покупать. Ребята, кому интересно заниматься так же звуковым дизайном, как и мне, переходите по ссылочке на мою платформу Booster Sound Academy, там я выкладываю все, весь свой опыт, все свои знания в отдельные, скажем так, записанные материалы, которые точно прокачают вас в отдельных конкретных темах. Переходите, смотрите, там есть уже направление кино, анимации, реклама, звук в рекламе, и также разделение для новичков, и уже для шаристых. Переходите и подбирайте для себя полезный материал. Послали мне еще вот такую штуку, которую точно тоже буду обозревать в следующих роликах, но сейчас потестирую ее с точки зрения просто блогерской истории. Это вайрлесс микрофоны для блогеров. Такая тема. Микрофончик. Сейчас мы ее подключим и потестируем. Поставьте лайк, напишите комментарий, если хотите, чтобы я ее протестировал в своих саунд-дизайнерских штучках, а не просто на голос. В общем, жду от вас фидбэка, нужное такое или нет. Так, попишем сейчас в фауле, а именно шаги, синхронные шумы различные. Будем писать мы на Toscan Recorder, вот такой вот DR600 MK2. Писать будем на стереопару Octava MK012. Потом сравним с Behringer'ами. Качество тоже очень неплохое. Различные управленности. Три сменных капсуля. Качество на совесть. Металлические детали. Что могу сказать про микрофоны Octava? Первое впечатление очень хорошее. Писал на них фаули различные и почувствовал действительно тембральное богатство этих микрофонов. То есть действительно есть плотный низ, детализация. Плюс, если смотреть различные измерения, что по частотам, все это пишется от руки. В общем, друзья, если вы хотите полный ролик про фаули, на примере этого, с историей, с пониманием вообще, как пишутся звуки, какие приемы, какими я обладаю, всякими хитростями. Как вообще лейерить эти шаги, как работать с синхроном, потому что это целая наука и целое искусство. Если интересно, обязательно напишите лайк. Это прикольный магнитик такой. Смотрите, магнитик. Заги! Я забыл. Заги! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, какой можно сделать вердикт? Ребяточки, все микрофоны хороши под свою задачу и под определенный ваш бюджет. Стремиться куда-то сразу покупать супердорогие нет смысла. Покупать самый дешевый тоже нет смысла. Еще раз повторюсь, золотая середина и четкое понимание, что и для чего вы делаете. Осознанность. Только так вы поймете, куда вам двигаться, зачем и так далее. Отталкиваясь от конкретной задачи, мы четче понимаем, какого результата мы хотим добиться и с помощью чего. И в таких случаях нам могут понадобиться различные погружные микрофоны. Это те, которые более мобильные, допустим, такая вот стереопара. А в следующей части про микрофоны я обязательно расскажу про различные пьезо, гео, эмф и так далее. Кучу-кучу различных микрофонов под конкретные узкие задачи в нашей саунддизайнерской сфере. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok